С детства девчонок окружает реклама, книги, телепередачи, которые проповедуют культ красоты. Фишка в том, что конечного образа этой красоты не существует. Когда я была подростком, в моде были очень худые девушки с изможденными лицами. Со временем формы округлились, а лица стали большеглазыми и пухлогубыми. Сейчас образ красоты в медиа более вариативен, но сводится к одному, мы постоянно должны стремиться к худому подтянутому телу, чистой и сияющей кожи, или матовой, смотря что в тренде, в белозубой улыбке, роскошной шевелюре на голове и абсолютной гладкости других частей тела. Никогда не забуду, как будучи подростком, впервые купила крем для депиляции, потому что мне казалось, что у меня слишком много волос на руках, к слову, было их чудовищно мало, были они светлыми и пушистыми, незаметными постороннему взгляду. Я жирно мазала на руку до локтя отвратительно пахнущий химозой крем, а затем удаляла волосы пластиком-шпателем против роста, что было больно, трудно и грустно одновременно. Как побочный эффект, раздражение, красная кожа, постоянно появляющиеся ранки и цепляющаяся за рукав кардигана щетина. А отрастающие волоски на ногах, цепляющиеся за тонкие капроновые колготки. Думаю, каждая, кто хоть раз испытывал это ощущение, поймет, о чем я пишу. Утро, холодный октябрь или того хуже зима, капрон цепляется за волоски, нога отвратительно чешется под этим прилипающим саваном. Глупо даже начинать говорить о том, сколько пищеварительных систем сгубил этот образ красоты, чтобы следовать идеалам, можно посидеть на гречке, воде, кефире или яблоках, ходить на пять тренировок в неделю, и все равно ты всегда будешь недостаточно хороша. Откуда вообще взялась эта дрянь? В книге Наоми Вульф «Миф о красоте» подробно раскрывается тема, откуда появился медийный образ красивой девушки и стандарты, которыми общество оперирует. Смысл прост, до того, как женщины начали работать, они ухаживали за домом, работали в поле, на ферме и бесконечно рожали детей, то есть основным критерием оценки, да, да, женщины всегда были товаром, было физическое здоровье, которое поможет коня на скаку, в горящую избу и все такое. После первой волны феминизма, женщины вышли на ту работу, которую выполняли мужчины и, ау, стали выполнять ее хорошо. Образ женщины-домохозяйки стал устаревшим и перестал быть единственной моделью развития жизни. Домохозяйки всегда были высокой долей потребителей для экономики, потому что до идеала красоты был идеал дома, уюта и хозяйства. Выйдя на работу, женщины перестали столько времени и сил, и денег. Уделять салфеткам на телевизоре, экономика была под угрозой, и появился идеал красоты. Теперь, чтобы соответствовать настоящей женщине, женщине обычной понадобилась куча кремов, косметики, колготок, начес и наряды. Там, где мужчина носит один костюм, изредка меняя рубашки, для женщины изобретена офисная одежда. Можно быть сто раз прекрасной специалисткой своего дела, но любой мужчина с улицы может оценить тебя как красивую или нет. До сих пор существуют специальности, которые напрямую не связаны с тем, как выглядит женщина, но требуют от соответствия внешним стандартам, например, стюардессой. Идеал красоты, который навязывают медиа, заставляет нас постоянно чувствовать себя хуже, постоянно обгонять время, потому что кремы от морщин нужны вам уже в юности, чтобы чуть-чуть отсрочить ботокс, в прямом смысле бежать по беговой дорожке за общественно красивой фигурой, быть готовой к тому, что завтра идеал поменяется, и нужно будет снова подстраиваться, работать в третью смену, ухаживая за собой и тратя на это и без того меньшую, чем у мужчин, зарплату. Идеал навязывается нам обществом, меняется каждый год, чтобы мы чувствовали себя недостаточно красивыми, недостаточно достойными, недостаточно классными, чтобы на что-то претендовать. Как только начинаешь понимать эту простую истину, многие действия теряют свой смысл. Субтитры создавал DimaTorzok